ОМТВЮА про Головне. По словам Голубцова, в настоящее время воздушные силы используют управляемые авиабомбы западного производства. ГБУ-39 и ГБУ-62 разных калибров. Ну, технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Северную Осетию впервые с начала российского вторжения в Украину атаковали беспилотники. Их целью был военный аэродром в Моздоке, утверждает глава региона. В нападении он обвинил Киев. Однако в столице Украины пока молчат. На этих кадрах жители Моздока в Северной Осетии наблюдают за пролетающим над ними беспилотником. Не подбирая слова, они делятся эмоциями от увиденного. Слышны автоматные очереди. Прям над кирзаводом пролетают. Вот что страшно. Они не могут его сбить. А чего они автоматами-то стреляют, что ли? Техники никакой, что ли, нет? Далее на фоне оживленного обсуждения раздается мощный взрыв. Он был слышен в разных уголках города. Беспилотник, кружащий над головами россиян, украинский дрон Камикадзе «Лютый». По крайней мере так, утверждает российский телеграм-канал «Военный осведомитель». И добавляет, собрали обломки шести таких БПЛА. «Лютый имеет дальность полета до тысячи километров. Долететь до Моздока он смог бы, если бы стартовал из Запорожья», утверждает РБК. Расстояние между городами – 900 километров. А тем временем с первыми деталями вышел глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Говорит, беспилотников было не шесть, а три. В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Потерь в вооруженных силах России нет. При этом в российской Минобороны заявили только об одном сбитом беспилотнике, а военный аэродром, о котором упоминал Миняйло, место базирования 485-го отдельного вертолетного полка. Там размещены Ту-22М3 и носители ракет «Кинжал» самолеты МиГ-31, участвующие в атаках на Украину. Позже Миняйло сообщил подробности. Поступает уточненная информация по поражению БПЛА на территории республики. Атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Ситуация настолько дестабилизировала власти Северной Осетии, что они создали оперативный штаб и отменили все массовые мероприятия. Помимо неточностей с количеством дронов, сомнение также вызывает тезис о незначительных разрушениях и возгораниях. В виде на кадрах, которые появились в сети, отчетливо виден взрыв. А местные, комментируя, говорили о каком-то самолете. Кто на самом деле стоит за атакой на Моздок в Северной Осетии неизвестно. Официальные лица Киева и военные ситуацию не комментировали. Однако ряд украинских СМИ, в частности «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждает, это спецоперация ведомства и цитирует собеседника. Это плановая работа украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств. Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Об этом заявил замминистра обороны Анатолий Антонов. Мы не хотим никакой конфронтации ни с нашими соседями, ни с государствами, странами НАТО. Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Ну что ж, обсудим последние атаки на Северную Осетию, на Северный Кавказ с нашим экспертом Игорем Романенко, генерал-лейтенантом. В отставке бывшим замначальника Денштаба Вооруженных Сил Украины. Добрый вечер. Здравствуйте. И мой первый вопрос. Помимо аэродрома в Моздоке, о котором сообщил глава Северной Осетии, какие еще есть военные цели в этом регионе? Что могло быть теоретически целью поражения для Вооруженных Сил Украины, конечно, если они стоят за этой атакой? Ну, скорее всего, об этом мы и говорили. Именно этот аэродром, который может принимать принципиально важные средства нанесения воздушных ударов по объектам на территории Украины. Это Ту-22М3, носитель ракет Х-22, достаточно сложные цели с точки зрения уничтожения с зенитно-ракетными комплексами, не говоря уже истребительной авиации, например. А также МиГ-31К, носитель кинжала. Это Искандеровская ракета, которая приспособлена, модернизирована для запуска на самолеты. МиГ-31, таким образом, скорость ее сверхзвуковая, гиперзвуковая, характеризуется больше пяти махов, а достигается это за счет сложения скорости самолета и скорости ракеты. А раз так, с такими скоростями, то эта цель воздушная для системы противоракетной обороны встает очень большой проблемой, особенно с учетом того, что у нас не так много батарей с зенитных ракетных комплексов с такими возможностями противоракетными. Имеется в виду батареи Патриот и сам ТИИ. Идет работа относительно военно-политического руководства нашего по увеличению количества хотя бы в ближайшее время до семи, ну и с дальнейшим наращиванием такого рода усилий. Поэтому те цели, которые предполагаются, этими целями могут быть НПЗ, могут быть аэродромы и летательные аппараты на этих аэродромах, могут быть заводы, которые предприятия выпускают вооружение и технику. Фальсификации, подмена понятий, манипуляции общественным сознанием и обман дорого обходят. Встреча с главой Пентагона Остином, который подтвердил, что эскалации с Россией быть. США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России. Противник понимает, насколько важно ему удерживать час Афьяр, поэтому будет цепляться за него, ну, скажем так, до упора. Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов, медленная, сказывается направленная Западом помощь. То есть БК как для арты, так и для РСЗО. В последнее время украинские обстрелы мирных населенных пунктов по всей территории соприкосновения ужесточились, плюс де-факто одобренное Западом применение дальнобойного оружия по глубинной территории России, собственно, мы видим, как ужесточились обстрелы Белгорода, то есть как раз с Харьковского направления. ОМТВЮЕЙ про Головне. Соответственно, нам нужна дальнейшая задача, соответственно, взять лепцы, закрепиться по всему фронту, дождаться, когда все, соответственно, подразделения так же выдвинутся. Вчера Зеленский посетил Харьков, провел там засчитание Ставки, и в то же время у нас идут активные бои под Харьковом, добиваются успеха вроде военнослужащие наши. Не вроде бы, добиваются. Слава Богу. Каждый день двигаются строго по плану. Все. В аптекарском огороде в Москве сегодня показали самую большую в Россию тыкву. Привезли на грузовике с краном. Показывают чудеса, рекорды в спорте, в космосе, в новейших технологиях. Но вот любитель сделал вот такое чудо на своем огороде. Урожай в этом году хороший, поэтому я думаю, что вот эта тыква символизирует достаток и наши возможности. Вот теперь заживем. Эти санкции, это хорошо для России? Конечно. Включайте больше. Всю страну включайте в санкции. Делайте снова железный занавес. Вы покажете, что вы не демократы, вы фашисты все в Европе. Вы все расисты в Западной Европе. Все у нас есть и все будет. И ничего не убавится в магазинах. Никак не пострадают наши граждане. Соси отечественное! Соси отечественное! Соси в своей стране! Президент Путин пока не считает необходимым отвечать на западные санкции. Хотя правительство уже предлагало ответные шаги. Но терпение дал понять Путин не бесконечно. Нам бы очень не хотелось прибегать к каким-то шагам, ответным мерам. Надеюсь, что до этого не найдется. Ответили. Барак Обама и члены Конгресса США не смогут отовариться в столичных магазинах. На входах в торговые точки около метро Аэропорт появились вывески с такими надписями. Причем сразу на нескольких входных дверях. Этим лицам категорически запрещается появляться в моей квартире. Это мои санкции. Ответ бараку Обаму и Конгрессу США. Сидит Владимир Путин за столом. И он вот так вот, как Ярослав Мудрый или как Александр Невский. Он молится, он обращается к Богу. Он же православный. И он имеет очень интересный знак на лбу. Этот знак – символ воина, который пришел на Землю сделать определенную миссию. У него очень серьезная миссия. Она очень трудная. Очень. И без Бога ее невозможно сделать. У меня даже трудно объяснить, с чем это связано. Потому что нет никакой причины следственной связи между тем, что происходит сейчас на Украине и России. Сегодня проходит такая акция, как похороны западной пищи. Похороны западной пищи. Нет, Бог! Нет, Бог, пожалуйста, нет! Нет! Мы проводили такую акцию, обменивали западную еду на российскую у прохожих. И сегодня ту еду, которую мы собрали, то есть западную, хороним в землю, где ей и место. Нет! Нет! Мы представляем движение «Пищевые патриоты», которое, как вы знаете, уже направлено на то, чтобы сагитировать людей, заменять западную продукцию, ну, подробиемую пищу, на российскую продукцию, такую, как колу заменить на квас, например, там, чупа-чупсы на леденцы российские и так далее, и так далее, и так далее. Люди должны знать, насколько это вредно. То есть сейчас такая пища американская очень распространена, то есть все эти гамбургеры, фастфуды, макдональдсы, кола, та же самая, что мы пьем, она очень влияет на наше здоровье, и все это понимают, но как-то до людей, мы стараемся до них донести это, чтобы до них было более понятно, что не стоит употреблять это в пищу, что это вредно, что это влияет на их здоровье, на их жизнь. Сегодня мы строим новую институцию, основанную на основных принципах полномочной демократии. Какие проблемы мы enfrentаем? Экзессивная зависимость на рынках минеральных, логических материалов, коррупция. Мы призываем людей не употреблять продукцию иностранную, преимущественно Соединенных Штатов Америки. Потому что человек соединенные Штаты Америки, США, являются агрессором. Мы себя как-то уважаем или нет? Или мы будем глотать все, что нам тут сказать... Ну и что нам стены вокруг страны возвести, что ли? Они начали первые вводить санкции, они начали агрессивную политику против нас. И я здесь считаю, что тут не политический какой-то момент должен присутствовать. А каждый гражданин Российской Федерации должен понимать, что это плевок ему именно в лицо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В США хотели санкции перекрыть нам кислород. А теперь дрожи, засранцы, жди от нас ответный ход. Всероссийская акция «Модный ответ» с санкцией МНЕТ за одну неделю обменяла более 30 тысяч иностранных майк на наши русские. Патриотичные. Почему же все-таки на майках изображены Искандеры и Тополи? Ксению, у вас есть ответ? Да. В первую очередь мы просим вас обратить внимание, что наши майки прежде всего призывают вас участвовать и проявить свою позицию. И что мы гордимся нашим военно-промышленным комплексом. Мы за мир! Немцы в лице генерал-майора Бундесфера Кристиана Фрейдинга заявляют, что немецкие специалисты, которые обслуживают переданные Шольцем системы ПВО Патриот, будут сбивать самолеты в российском воздушном пространстве. Ну и в продолжении эскалации Макрон может объявить об отправке на Украину войск в годовщину высадки в Нормандии, то есть уже через два дня, 6 июня. На мероприятии будут присутствовать высшие лица Запада, НАТО, а также бывший президент Недолежный, а ныне просто гражданин Украины Зеленский. Какое количество французских военных будет отправлено на Украину и чем они будут там заниматься, пока неизвестно.